Отпрашиваться с работы, чтобы получить вакцину от коронавируса алматинцам, теперь вовсе не обязательно. Выездная прививочная бригада приедет и развернет прививочный пункт на любой производственной площадке. На сегодняшний день уже провакцинированы сотрудники 30 крупных предприятий. А сегодня спутник ВИИ коллективно получили работники Акимата-Наурусбайского района. Динара Сабитова расскажет подробнее. В составе выездной прививочной бригады квалифицированный врач, прививочная медсестра и регистратор. Как сообщили в Горздраве, для вызова бригады на предприятие необходимо подать заявку от руководителя в районную медицинскую организацию, составить список желающих провакцинироваться, подготовить отдельный кабинет для прививочной бригады и согласовать дату и время. Мы приехали в Акимат-Наурусбайского района с 36-й поликлиники, чтобы провести коллективную иммунизацию. Но прежде чем ввести вакцину, необходимо убедиться, что у пациентов нет аллергической реакции. Также спрашиваем о наличии хронических заболеваний. В числе первых вакцину получил Аким на Урусбайского района. После укола он рассказал о том, как проходит иммунизация населения. Из 49 тысяч жителей района, подлежащих вакцинации, 9 тысяч человек защитились от коронавируса. Работа в этом направлении продолжается. Сегодня мы тоже начали сами вакцинироваться, государственные служащие, поскольку на первом этапе мы должны были наиболее уязвимые слои населения. Это учителя, врачи вакцинировались. После вакцинации сотрудники Акимат охотно делились ощущениями. Сегодня из 40 сотрудников вакцину получили 22 человека. Да, я только что получила вакцинацию, спутник В. Вообще все прошло очень хорошо, безболезненно. Я практически, может быть, даже и не почувствовала. Настроение у меня отличное. Я вообще хотела провакцинироваться, ждала этого дня. Я считаю, что это необходимо сейчас в нашей нынешней ситуации. Решил вакцинироваться по собственному желанию, так как ежедневно находимся в прямом контакте с населением. Мы приходим домой. Дома есть и взрослые поколения, родные и близкие. Не хотим подвергать никого риску. Тем временем ученые продолжают развивать мифы о вареноносном влиянии вакцины на генетику, кровь и организм человека в целом. Прежде всего, если прямое влияние, я опять повторюсь, не будет никакого влияния прямого, кроме, конечно, редких случаев, если возможны аллергические реакции. Но это исключительный случай и зависит от человека конкретно. Эксперт утверждает, что вакцины от коронавируса созданы на основе метода, который применяется уже несколько десятилетий. И порекомендовал тем, кто сомневается, прочитать в интернете, как создаются вакцины. Динара Сабитова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.